Здравствуйте! Я Лилия Тимива. Буду общаться с вами в культурном контексте. В этом выпуске смотрите. Стартовал 14-й международный фестиваль искусств «Звездные» в Щелковском районном культурном комплексе. Он начался с концерта, посвященного памяти народного артиста РСФСР Александра Розума. Как в виде достопримечательности Щелковского района дети, скоро в путеводитель будут внесены работы юных художников Щелковского района. Его песни уже отражение эпохи. Концерт Константина Никольского с успехом прошел в Щелковском районном культурном комплексе. Состоялось открытие фестиваля «Звездные». В 14-й раз он проходит в Щелковском районе. Концерт в районном культурном комплексе народный артист России Юрий Розум посвятил своему отцу Александру Розуму, советскому певцу-баритону, педагогу, народному артисту РСФСР. Ежегодный международный фестиваль искусств «Звездные» стартовал великолепным концертом, который народный артист России, пианист, президент Международного благотворительного фонда Юрий Розум посвятил памяти своего отца, народного артиста РСФСР Александра Григорьевича Розума. Он был первым исполнителем главных партий в таких операх, как «Укращение строптивы», «Три толстяка», «Заря». Представлял певец и премьеры многих песен, ставших популярными и любимыми. В его исполнении впервые прозвучали «Песни о родине», «Песни о Москве», «Солдаты идут». Активно сотрудничал Александр Григорьевич с такими легендарными композиторами, как Новиков, Соловьев, Седой, Мурадели, Туликов, Островских, Ренников, Качатурян, Сверидов и Левашов. В Государственном телерадиофонде России хранятся более 200 записей, сделанных за долгие годы работой на радио. Это арии из «Опербал Маскарад», «Верди», «Сивильский цирюльник», «Рассини Фауста Гуно», «Романса Чайковского», «Глинки», «Мусоргского», «Рахманинова», «Произведения Бетховена», «Григо», «Русские народные песни». Пам очень любил петь. Его даже не надо было просить. Я помню, что ему говорили, «Саш, ну спой что-нибудь». И он начинал петь. И заслушивались все. Открывались окна, и аплодисменты раздавались с улицы. Мы жили на первом этаже, на Большой Березинской улице, у зоопарка. Раздавались с улицы громкие аплодисменты. Все прохожие создавали целую такую слушательскую аудиторию и присутствовали на наших домашних концертах. В этом году фестиваль продлится несколько недель. Традиционно он состоит из нескольких концертов и мастер-классов, участия в которых принимают ученики школ искусств Щелковского района. И сегодня, в день открытия фестиваля, мне, конечно же, хочется выразить искреннее славу и благодарность и, конечно, нашим жителям нашего района, которые с удовольствием приходят на все концерты фестиваля, не только взрослые, но и детские, которые присутствуют в рамках фестиваля. В рамках фестиваля мы будем проводить в очередной раз ряд мастер-классов в школе, которые носят имя Юрия Розума, народного артиста России. И, конечно же, мне хочется сказать огромное слово благодарности народному артисту России Юрию Розуму, который все эти воды вместе с вами и с нами делает этот фестиваль. И все те концерты, которые проходят, конечно же, потрясают воображение, и мы, конечно же, этому очень рады. Яркие, самобытные, неповторимые артисты. Стипендиаты фонда Юрия Розума выступали, кажется, на пределе творческих возможностей. Зрители услышали песни из репертуара Александра Розума, а также насладились личным выступлением Юрия Розума. В этот вечер он аккомпанировал солистом. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В нашем Щелковском районном Доме культуры такой замечательный концерт, который достоин Гемлевского дворца съезда. Вот совершенно точно. Какая же наша страна богатая на таланты. У нас самые лучшие костюмы, у нас самые лучшие песни. Мелодии, песни такие мелодичные, душевные, нежные, тонкие, раздольные, сильные. Я желаю больших успехов в нашем фестивале и долгие лета. Следующий концерт в рамках фестиваля «Звездный» пройдет в Щелковском районном культурном комплексе 15 апреля в 18.00. Он будет посвящен памяти жертв трагедии в Кемерово. Скоро у Щелковского района появится необычный путеводитель с указанием достопримечательностей, а точнее с их изображением. Работы учеников художественных школ участвовали в конкурсе на лучший рисунок культурных и исторических мест нашего района. Путеводитель по Щелковскому району совсем скоро выйдет в тираж. Для интересного оформления издания Комитет по культуре совместно с историко-краеведческим музеем объявили конкурс на лучший рисунок достопримечательностей Щелковского района. Ребята разного возраста из художественных школ и отделений рисовали то, что на их взгляд выделяет наш район и является достопримечательностями. В дальнейшем рисунки или фрагменты картин будут представлены в путеводителе. Вот так в виде достопримечательности Щелковского района и города Щелково юные художники. Вскоре некоторые из этих работ появятся в путеводителе по туристическим местам Щелковского района. Я хотела бы сразу сказать, что это не обязательно победители. Это могут быть и другие участники. В данном случае в конкурсе оценивалась работа не с точки зрения, будет она участвовать в путеводителе или не будет, а с точки зрения ее художественности, композиционного решения, декоративности и так далее. Всех этих умных слов, которые знают художники. В том числе и вы, юные художники. Для вас, в первую очередь, это конкурс. Это возможность испытать свое мастерство, посмотреть, насколько вы на уровне с другими ребятами, либо выше, либо почему-то поучиться, наоборот, увидеть сегодня работу победителей. А для нас, как для соучредителей этого конкурса, это не просто конкурс. Это возможность и вашей работы донести до жителей и гостей нашего города, еще в Коммуниципальном районе. Также еще и создать действительно уникальный такой детский путеводитель. Только представьте, что ваши работы будут иллюстрациями к своеобразной карте, по которой можно посетить различные уголки нашего города. Многие работы поражали не просто интересным исполнением, но и необычным подходом к изображению уже, кажется, привычных мест. Так на рисунках очень часто изображали сам историко-крывеческий музей в необычной и довольно фантазийной манере. Здесь и набережная Серафима Саровского, и всеми любимый Троицкий собор, и другие узнаваемые места. Дарья Корнаухова, ученица детской школы искусств имени Розума, в число достопримечательностей внесла и храм в деревне Образцова. Скажи, пожалуйста, как ты узнала об этом конкурсе, как ты решила в нем принять участие? Мне преподаватель спросила, хочешь ли ты принять участие. Я согласилась, начинала рисовать эту картину. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд это очень важное место для жизни? Что ты вообще вложила в эту картину, как художника? Ну, я думаю, что я постаралась передать настроение. Я думаю, что это днем стоял храм, и в него пошли люди. Вот такие вдохновенные работы и замечательные ребята. Надеемся, что вскоре их работы мы и увидим в новом путеводителе. Культкурьер спешит с новостями культуры. Жизнь без театра невозможно представить. Подмозгки сцены манят нас с самого детства. Этот завораживающий мир образов и судеб, которые удивительно похожи на наши, и так от нас отличаются. Трагедия и комедия сплелись, чтобы пробудить в нас, зрителях, самые яркие эмоции. На лица актеров ложится грим, и Гамлет страдает, и снова поет Лаенгрин. Мы сопереживаем, влюбляемся, расстаемся, умираем и рождаемся на сцене жизни. Весь мир, как говорится, театр. Напомнить об этом призван Международный день театра, ежегодный фестиваль «Театральная весна», который на днях завершился после четырехдневного проведения на сцене Театрально-концертного центра «Щелковский драматический театр». Несколько фестивальных дней позади. 19-й раз «Театральная весна» проходила на «Щелковской земле». И этот фестиваль на самом деле приносит массу удовольствия всем участникам. Сегодня награды нашли своих героев. Все творческие коллективы и артисты получили призы. Коллективы из разных городов Московской области приезжали в театр со спектаклями, отрывками, прозой и поэзией. Несомненно, каждый старался проявить актерские способности и покорить жюри. На закрытие, как полагается, звучало много слов о значении как самого театра, так и подобных фестивалей. Огромный смысл для воспитания подрастающего поколения имеет, конечно же, театральное искусство. В театре многие живут, в театре проживают всю свою сознательную жизнь. И, может быть, из тех ребят, которые вышли сегодня на сцену и все эти четыре дня выходили на сцену «Щелковского театра», не станут театральными критиками, не станут актерами, но по жизни они станут настоящими людьми. Приехали поздравить участников и известные актеры театра и кино, общественные деятели. Сегодня на этой сцене продемонстрировано здоровье нации. Дети выходят, радуются, радуют. И в каждом человеке должен жить артист. Каждый сапожник должен быть артистом. Каждый дворник должен быть артистом. Все участники получили награды в разных номинациях и возрастных категориях. Особенно отметили и яркие молодые дарования. В их числе профессиональному жюри запомнилась работа маленькой Маргариты Ланцовой. Она настолько выразительно эмоционально исполнила роль Герды, что в младшей возрастной категории ей вручили приз в номинации «Яркое воплощение образа». Мне нравится эта роль, потому что Герда ищет своего Кая. Она боится то, что его увезла снежная королева. Он может превратиться в лед. Всякие такие волнения. А потом она начинает радоваться. И получается такая радость, то, что можно уже на самом деле радоваться. Одно дело, когда профессионал делится, но он уже знает. А когда это происходит непосредственно от детской души, вот здесь у нас прямо на глазах, уверяю вас, уверяю вас, что огромное количество профессионалов сегодня на эти вещи, не то чтобы не способны, но они подтягиваются к этому. А это сейчас происходит легко и непосредственно. Поэтому идите в театры, смотрите на этих маленьких дарований, которые, уверен, через некоторое время вы будете гордиться. Художественные руководители театральных студий, так же, как и артисты, выходили на сцену и получали аплодисменты и награды за проделанную работу. В наше сегодняшнее современное время, именно исходя из социума современного, каждому ребенку это полезно. Но не на уровне вышел, поиграл, потопал, похихикал, посмеялся, а на уровне, чтобы это было рядом с культурой, чтобы это можно было прикоснуться к искусству, научиться чему-то хорошему изначально, у истоков. Многие коллективы получили целый веер наград и, конечно, положительных эмоций от самого фестиваля. Это для нас событие. Мы работали, мы старались. И результат нашего творчества, и результат работы всей команды, потому что нам очень приятно, что с нами, вот мне приятно, как режиссеру, что молодежь работает с нами. У меня замечательная коллега, мы вместе работаем, заслуженная артистка Московской области, Елена Викторовна Бондаренко. Это наша совместная работа. Поэтому у нас просто нет слов. Слова в данном случае действительно излишни, ведь что, как не искренние эмоции и чувства, дарят и артистам, и зрителям счастье при общении к прекрасному. Осмотреть усадьбу в полном масштабе не удалось. Заснеженные просторы – не самый удобный путь передвижения. Однако суть понятна. Практически все постройки находятся в удручающем состоянии. Разруха со следами былой роскоши. Глава сельского поселения Гребневская Марина Бабырь, а также представители местной общественности и депутатского корпуса высказали свое мнение по данной проблеме. То, что касается самой усадьбы, то из всех пожеланий жителей, конечно, это восстановление, но однако же из всех пожеланий им бы хотелось увидеть там выставочный зал и краеведческий музей. То есть, чтобы увидеть, как эта усадьба развивалась, что из нее могло было стать и что стало. Попытки восстановить памятник архитектуры, чья история уходит корнями в глубокое прошлое, предпринимались не раз. Усадьба основана в конце 16 века боярином Бельским. В начале 17-го она перешла во владение князьям Трубецким. В 1781 году имение купил генерал Бибиков, в роду которого она оставалась до 1811 года. Именно при нем был создан архитектурный ансамбль, дошедший до наших дней, правда уже в фактически разрушенном состоянии. Нынешний собственник усадьбы ОАО, распорядительная дирекция Минкультуры России, не раз пыталась решить судьбу усадьбы. Назначались и аукционы. За последние годы архитектурный комплекс пережил пять пожаров. Последние, случившиеся в прошлом году, практически полностью уничтожили кровлю западного двухэтажного флигеля и затронули главное здание усадьбы. Одноэтажный флигель к западу от Триумфальных ворот. Сегодня необходимость принятия срочных пер по сохранению этой исторической территории явно назрела. Мы заинтересованы, почему еще так, и ГУКН, потому что сколько проект будет проходить, а стены-то стоят, а снег, вода замерзает, тает, это все может на усадьбу очень плохо повлиять уже в ближайшее время. Люди говорят одно и то же. Усадьба всем даже, ну что называется, на уровне подсознания, дорога, нужна и важна. И это поможет, это сильно поможет. Этого бояться бессмысленно. Важна не только как память, но и как целостная территория с историческими местами. Вполне возможно, что у Гребнева может появиться конкретный владелец. Навстречу приехал российский бизнесмен и общественный деятель, певец, автор песен, радиотелеведущий, организатор рок-фестивалей Андрей Ковалев. Случайно увидел в интернете объявление, приехал, посмотрел и просто влюбился в это место. Это потрясающая энергетика, это огромная, огромная история нашей страны. Но еще раз скажу, что это абсолютно вещь, то есть на этом не заработаешь. Это история меценатства, история такая, которая, ну, для души. Вот что такое, не знаю, хобби, наверное, это слишком большое для хобби, да, и слишком затратное, но, во всяком случае, с моей точки зрения, так. Появится ли у усадьбы владелец и будет ли восстанавливаться комплекс, покажет будущее. Ну а следующее совещание. По судьбе усадьбы Гребнева назначено на 16 апреля. Мой друг, художник и поэт повесил свой сюртук на спинку стула музыкант. Боже, как давно это было. Эти песни знают все. Концерт Константина Никольского в районном культурном комплексе прошел на приятной и очень теплой ноте, заставив вспомнить о замечательном авторе, исполнителе и просто великолепном музыканте. Символ эпохи и уже фактическая легенда отечественного рога Константин Никольский. Его песни «Мой друг, художник и поэт», а также «Я сам из тех», «Птицы, белые мои, ночная птица» стали едва ли ненародными. Их текст помнят наизусть даже те, кто не является поклонником рок-культуры. За долгую артистическую биографию Константин Никольский завоевал любовь поклонников и поучаствовал ни в одном музыкальном проекте. К 15 годам Константин уже вполне прилично играл и даже присоединился к рок-коллективу как ритм-гитарист. Эта подростковая группа, носившая громкое название «Крестоносцы», осваивала музыкальное ремесло, исполняя композиции популярных в то время «Битлз», «Роллинг Стоунз». Вскоре «Крестоносцы» изменили название, став «Атлантами». Группа выступала в местных ДК, школах и на небольших концертных площадках. Примечательно, что именно «Атлантам» российская эстрада обязана появлением коллектива «Машина времени», созданного Андреем Макаревичем. Концерт этой группы вдохновил его на основании собственного музыкального проекта. Окончив школу, Константин Никольский поступил в институт, однако вскоре бросил учебу и отправился отдавать долг родине. Вернувшись из армии, Константин Никольский продолжил выступать в компании старых товарищей. Группа получила новое название «Осколки вертолета Сикорского», а репертуар команды пополнился тем самым музыкантом, а также песнями «Ты хотел увидеть мир» и «Россия», которые Константин тоже написал во время службы. Через некоторое время коллектив в очередной раз меняет название, став счастливым семейством. А в 1974 году Константин Никольский уходит из группы, чтобы присоединиться к новой музыкальной команде группы «Ста сынами на цветы». Как это часто случается с молодыми группами, коллектив вскоре развалился, а Стас Намин начал новый проект под названием «Группа Стаса Намина», который пригласил и Никольского. До 1979 года Константин сменил еще несколько коллективов, а затем основал собственную группу «Воскресенье». Поначалу ему помогали музыканты Евгений Маргулис, Андрей Сапунов и Сергей Ковагоя. Вскоре у «Воскресенья» появилась первая пластинка, в которую вошли композиции «Музыкант», «Ночная птица», «Поиграй со мной гроза» и другие. Многие из песен с того самого первого альбома до сих пор любимыми ломанами. Через некоторое время распалось и «Воскресенье». В 1981 году вновь Константин собрал группу, чтобы записать вторую пластинку. Этот альбом вышел под названием «Воскресенье-2», но вскоре группа вновь распалась. Константин Никольский до 1986 года продолжил выступать сольно, собирая небольшие залы медленно, но верно, завоевывая известность и популярность. В 1986 музыкант объединился с ударником Виталием Бодурчуком для записи альбома. Это временный союз получил название «Зеркало мира». Однако музыканты не сработались. Уже в 1990 году Никольский окончательно ушел в сольное плавание. Акустический концерт в Щелковском районном культурном комплексе Константин Никольский начал со всеми любимой песни. Добрый вечер, дорогие друзья! 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 Угас чудесный яркий день, Мою любовь ночная уплевает тень. Веселых красок был до меня, Игра волшебного огня. Моя любовь уже не радует, но она. Памы и нежные тона, Исчезла ввысь и глубина, И четких линий больше нет. Вот безразличие портрет, Глаза, глаза, любовь летит. А я нефесен и сердит, Бесцветных снов, покой земной. Молчание делится за мной, И вдохновенный лицо Утратит добрые черты. Моя любовь умрёт во мне в конце концов. И папы грустного дождя Строятся будут по стену. Моя любовь неслышно плачет трухая, И рады у прошедших дней Застерят пыль в предыдущих лет. И так же потеряют цвет воспалинания. А нерезу на тает на стеклях, Его спасти надежды нет. Но как же мне раскрасить вновь Цвет радости мою любовь? А может быть, разбить окном, И огнуться в мир иной, Где солнечный рисунок свет, Живёт в удовольствии и боя. С нашим городом Щёлково, как оказалось, Никольского связывает немало. В нашем архиве даже нашлось видео выступления музыканта. Я за всех, кто спрятался за пьедем, Кто мог идти, но дальше не идёт, Кто мог сказать, но только молча ждёт, Кто духом пал и ни во что не верит. Виртуозные гитарные партии, Голос, который узнаёшь из тысячи и тексты, Глубокие, настолько близкие и понятные каждому. Талант музыканта – это дар и данность. Константин Никольский в своих песнях рассказывает больше, Чем, кажется, мог бы поведать даже в личной беседе. Именно поэтому, как говорится, имеющий уши да услышит. Очень хорошее впечатление, позитив мало. Очень хотелось бы ещё. Любим его. Слушаем всегда, когда ездим в машине. Но то, что сегодня услышали, конечно, это просто бомба. То есть это такое удовольствие не передать. Спасибо огромное. В машине лежит диск, сейчас ещё… Сейчас поедем домой. Да, будем слушать. Наша классика. У каждого поколения была своя классика. У кого-то Бах, у кого-то Шуберт, у нас Никольский. Машина времени. Ну, всё, что было. Возврат в историю свою. Конечно, это здорово. На этом всё. С вами была Лилия Тимиева. И, как всегда, я желаю вам культурных выходных и будней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok